В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На Ежегородской области введен режим повышенной готовности за риск завоза коронавируса. На перепутье в Саровском драмтеатре прошел концерт группы «Тайсо». В счет серии 2-1 хоккейный клуб «Саров» не вышел в финал чемпионата Нижегородской области. Далее расскажем обо всем подробно. Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территорию региона режима повышенной готовности для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На время действия режима руководителям предприятий и организаций области поручили по возможности измерять температуру тела сотрудников, чтобы своевременно выявлять заболевших. Подобный контроль намерены организовать и в учебных заведениях. Введенный режим предполагает отмену или перенос массовых мероприятий с участием представителей других государств, прибывших в Россию менее 14 дней назад. Перед началом деловых, спортивных, культурных и развлекательных встреч с большим количеством участников организаторы должны сделать входной фильтр для выявления заболевших. Данные о прибывших в регион будут фиксировать на горячей линии Нижегородского территориального центра медицины катастроф по телефону 8 800 250 94 03. При появлении первых симптомов заболевания приехавшим из-за границы следует вызвать врача на дом, не посещать больницы или поликлиник самостоятельно. При этом рекомендуют оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию, не ходить на работу, учебу, минимизировать выход в общественные места. Если гражданин посещал государство, где зафиксированы случаи коронавируса, по прибытию в область он должен проинформировать правительство. После возврата из таких стран рекомендуют 14 дней не выходить из дома на работу или учебу. Режим позволяет в таких случаях получать больничный лист, не посещая медицинское учреждение. Указ губернатора будет действовать до особого распоряжения главы региона. Соответствующее постановление о мерах по снижению риска распространения коронавирусной инфекции в нашем городе подготовила главный санитарный врач Сарова. К другим новостям. Избили за отказ дать денег. В дежурную часть полиции обратился саровчанин с заявлением на противоправные действия племянника и двух его друзей. Трое молодых людей избили мужчину в гараже после того, как тот отказался дать им денег. В долгу на них не брал и просто так давать деньги неизвестно тоже не собирался. Не добившись своего словами, они применили силу. Чем еще запомнилось минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем далее. 214 тысяч рублей лишилась саровчанка. На сотовый телефон женщины позвонил злоумышленник. Представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета производится несанкционированное списание денег. И чтобы отменить операцию, ей предложили перевести деньги на другую карту. Несколькими траншами женщина перевела все свои деньги на счет неизвестного лица. Больше 10-15 тысяч переводов нет. Вот в этом вот пределе, вот столько на 214 тысяч. На уловки машинников попалась еще одна саровчанка. Женщина лишилась 58 тысяч рублей. Преступники действовали по старой схеме. Также позвонили, представились службе безопасности банка, предупредили о несанкционированном переводе денежных средств. В итоге гражданка перевела свои денежные средства злоумышленникам. В результате проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3. На дорогах нашего города за минувшую неделю произошло 7 ДТП. В одном пострадали люди. На улице Курчатова водитель «Шевроле» сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила закрытый перелом левого колена и ушиб мягких тканей головы. После осмотра врачами ее отпустили домой. Он объясняет тем, что она шла с правой стороны, а с левой стороны от него навстречу женщине шли две девчонки. И он засмотрелся на них, а вот правую сторону как раз и не заметил. И он увидел, что он успевает проехать, не создавая помех девочкам. А женщину-то увидел только в последний момент, когда голову девочек перевело на дорогу. На этой неделе в целях профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники госавтоинспекции проведут ряд операций. Детское кресло, пешеходный переход и нетрезвый водитель. Саровчан призывают быть внимательнее на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках. Позвонить на номер 8 800 550 9903 можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет прием предпринимателей по проблемным вопросам. Встреча пройдет 18 марта, начало в 11 часов. Предварительно записаться на прием можно по телефону 97770 или в 320 кабинете здания Городской думы и администрации. Саровчане могут помочь людям, которые больны раком. 18 марта в столице региона и других городах можно будет сдать кровь на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. В Нижегородской области такая акция будет уже десятой по счету. Сдать кровь в Сараве можно будет по адресу проспект Ленина, дом 15. Для справки, внешне пересадка костного мозга выглядит примерно как переливание крови. Это абсолютно безопасная для здоровья процедура. Главная сложность заключается в том, что костный мозг донора и того, кто нуждается в пересадке, должны быть генетически совместимы. По ряду причин вероятность этого крайне мала, а значит искать потенциальных доноров нужно заранее. Саровчане с успехом выступили на областных соревнованиях. На днях в Дзержинске подвели итоги чемпионата и первенство Нижегородской области по плаванию. В честь нашего города защищали воспитанники спортивной школы ИКАР. Артем Романов стал серебряным призером на дистанции 50 метров у Батерфляя. Еще один саровчанин Александр Набокин выполнил норматив первого спортивного разряда на дистанции 100 метров брасом. В Саровском драматическом театре прошел концерт группы Тайсо. Музыканты представили зрителям новую программу на перепутье. Какие-то песни исполнители ранее представляли на других концертных площадках. Но большинство произведений прозвучало впервые. Подробности в следующем репортаже. Детская дружба переросла в крепкий творческий союз. Группа Тайсо уже около 30 лет объединяет четырех совершенно разных людей. Общее у них одно – любовь к музыке. Единой творческой концепции у группы нет. Все песни, которые они исполняют, разноплановые. Дело в том, что не будучи профессиональными музыкантами, то есть людьми, для которых от того или иного качества их творчества по большому счету зависят их какие-то жизненно важные моменты, мы можем делать музыку и творить свое удовольствие исключительно. Это позволяет нам не зацикливаться, не сосредотачиваться на чем-то конкретном, а стараться жить широко и красиво, так как нам нравится, и как, надеемся, наши публики нравятся в итоге. Открыла концерт песня «Небесный механик» на стихи Саровского поэта Андрея Тенигина. Практически вся новая программа Тайсо построена на его произведениях. Тем самым музыканты отдали дань уважения своему близкому другу, погибшему в 2017 году. Спроси меня, о чем тогда друг к другу мы с тобой молчали. Известно мне наверняка, что жизнь всегда любви короче. Спроси меня, еще пока я не ушел осенней ночью. Участники Тайсо выступают на городских концертах и выезжают за пределы Сарова. Практически каждый раз они собирают полные залы. Их песни находят отклик в сердцах как представителей старшего поколения, так и молодежи. Все зависит от площадки, на которой проходит концерт. Иногда от весьма-весьма нежного возраста зритель присутствует до глубоко пенсионного состояния. И опять-таки тот материал, который мы предлагаем творчески, он не предрасполагает направленность на кого-то. Он вообще человеческий, он всем понятен, доступен. Полную версию концерта группы Тайсо можно посмотреть на канале 16. Следите за программой передач. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Красота и мудрость рушников. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка работ воспитанников детской школы искусств номер 2. В экспозиции представлены полотенца ручной работы с вышивками в различных техниках, а также экспонаты из личной коллекции преподавателя. Некоторым из них более 80 лет. Подробности далее. Работа над рушником у Маргариты Выкуловой заняла полгода. Рукодельница применила две техники – гладь и мережку. Нитки для вышивки она выбрала пастельно-голубых тонов, так что полотенце получилось нежным и воздушным. Самое сложное в мережке – это то, что там надо считать. Если ты на одну ниточку в мережке ошибешься, то придется распускать всю мережку и делать заново. Маргарита занимается в отделении дизайна одежды детской школы искусств номер 2 второй год. Девочка отметила, что вышивание – это очень трудоемкий процесс, который требует от мастерицы усидчивости и внимательности. И поначалу ей очень сложно давался этот вид рукоделия. Тебе кажется это все сложным, и ты хочешь это просто все забросить и уйти, так сказать. Но потом, когда ты начинаешь вышивать, ты немножко привыкаешь, и у тебя это уже все, так сказать, на автомате получается, и поэтому уже не так сложно. На презентацию выставки «Красота и мудрость рушников» пришли друзья и родственники юных мастериц. Об истории, тайных знаках и символах этих изделий гостям рассказали сотрудник библиотеки и преподаватель детской школы искусств номер 2. На выставке представлены владимирский шов, либо верхошов, цветная переведь, счетное шитье. Также здесь представлены два рушника из частной коллекции моей 1939 года. Вышивка в технике решелье и ивановская строчка. В экспозиции всего 12 рушников. Они отражают вековую мудрость русского народа. В хитросплетениях нитей заложены символы и тайные знаки, которые имели для наших предков огромное значение. Каждый вид вышивки уникален, удивителен и по-своему сложен. Потому что владимирский шов, он выполняется по готовому рисунку, по переведенному рисунку. Цветная переведь, счетное шитье, они выполняются по чистой ткани, по счету ниточек. Дополнили рассказ о старинных видах рукоделия русские народные песни. Яркую концертную программу подготовили юные артисты из фольклорного ансамбля «Задоринка». Хелена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Счет в серии полуфинальных игр 2-1 в пользу Таншаевского старта. В рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд саровчане не смогли одолеть действующего чемпиона региона. Теперь наши спортсмены будут бороться за третье место. О том, как проходил домашний матч полуфинала, смотрите в следующем репортаже. Очередная встреча с хоккейным клубом «Старт» для саровчан выдалась тяжелой. С самого начала игры соперники показали друг другу настрой на победу. В первом периоде подопечные Сергея Макеичева сумели забросить шайбу в ворота Таншаевцев. Во втором отрезке гости оживились и усилили наступление. Большую часть времени игроки нашего города провели в контратаках. Было очень тяжело, потому что с дороги, во-первых, с Нижнего Новгорода добирались кто-то с Таншаева. Команда, соперник – один из лидеров чемпионата, с ними всегда непростые игры. Результативные атаки, скорость, нападение и грамотная защита старта повлияли на игру. Второй период закончился для саровчан неутешительно – со счетом 1-3. Наша команда смогла ненадолго собраться и забросила еще одну шайбу. Но вырвать победу из рук соперника не удалось. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу Таншаевцев. По словам игрока команды «Старт» Антона Простотина, саровчане играли достойно. Сегодня свои моменты реализовали, поэтому выиграли. Из положительных моментов ответим, что сегодня более-менее все собрались у нас, так что было чуть полегче. Не было плохой игры со стороны соперника, просто немножко удача нам улыбнулась. Очень здорово команда играет, соперника «Саров». То есть они всегда бегут, все ребята молодые, плюс они тренируются постоянно. Им только плюс за это. С таким соперником всегда приятно играть. Команды боролись за выход в финал. Тренер хоккейного клуба «Саров» Сергей Макеевичев считает, что его подопечные недооценили возможности конкурентов и не смогли сдержать натиск соперника по турнирной таблице. Здесь люди готовятся, настраиваются, приезжают, дают бой, а вы этот бой не ждете. В конце там четвертая шайба залетела, курьезная, конечно. Посмотрим, ничего страшного в хоккей. Всегда есть выигравший, всегда проигравший. Решающий матч на выход в финал хоккейного клуба «Саров» против «Старта» прошел на выезде. Игра закончилась со счетом 6-3 в пользу тоншаевцев. 21 февраля «Саровчане» встретятся с командой «Спартак» и определят бронзового призера сезона. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова